Гомель на этой неделе принимал участников международного детского конкурса «Музыка надежды». Более ста юных музыкантов из Беларуси, России и Украины показали высокий класс исполнительского мастерства в игре на духовых и ударных инструментах. Конкурс проводится с 1996 года. Буквально за несколько лет он приобрел статус международного. Помимо прослушивания участников, в рамках конкурса проходят концерты и мастер-классы от членов жюри выдающихся музыкантов. Какими еще культурными событиями запомнилась прошедшая неделя, узнаем у Евгении Кухаронок. Год заканчивается, а зима только началась. Вместе с ней пришли и приятные предпраздничные хлопоты. Все находятся в ожидании новогодней сказки и рождественского чуда. Самым главным зимним праздником наших предков были коляды. К ним тщательно готовились, их ярко встречали. Беларусы сохранили эту традицию и то, как сегодня коляды отмечают, а также какие есть обряды, обычаи и символы в наших других зимних праздниках, можно увидеть на выставке Виктора Барабанцева. Художник в своем творчестве нередко обращается к теме белорусских праздников. Он внимательно изучает народные традиции и с уважением переносит на холст. Но все же больше всего Виктора Барабанцева завораживает природа. На выставке под названием «Белая каска. Зима белорусская» представлены 40 работ мастера. Большая часть экспозиции – пейзажи, заснеженные города, деревни, леса и поля. Увидеть все это можно во Дворце Румянцевых и Паскевичей. А в картинной галерее Гавриила Ващенко на этой неделе открыли выставку графики японских художников. Экспозиция включает два раздела. Первый век фотографии рассказывает о руле снимков в процессе создания гравюр. Второй – автономия материи раскрывает концепцию уникальности материалов сквозь призму художественного искусства. На выставке представлено 50 работ. «Экватор недели» – акцию с таким названием в декабре решил проводить областной драматический театр. Артисты предлагают гомельчанам и гостям города не ждать выходных, а приятно провести вечер в середине недели. Для этого в среду и четверг в театре действует единая стоимость билетов на вечерние спектакли – 5 рублей. В середине следующей недели на сцене драмтеатра трагикомедия «Деревья умирают стоя». В Гомеле прошел городской отборочный тур национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни «Молодечно-2019», а также отбор участников предстоящего Славянского базара. За право представлять областной центр на конкурсах боролись 20 вокалистов. Каждый исполнил по две композиции. Жюри отбирало участников по возрастным категориям и репертуару. По итогам отборочного тура 14 исполнителей прошли в областной этап. Возможно, именно кто-то из них получит право представлять родной Гомель на самых престижных международных конкурсах, проводимых в Беларуси. Чем порадует следующая неделя, узнаем прямо сейчас. 12 декабря в Гомельском городском центре культуры выступит заслуженный коллектив Республики Беларусь «Ансамбль народной музыки Беседа». В программе песни белорусских авторов и народные, лирические, шутливые, посвященные семейным традициям и народным обрядам. Музыкальные номера будут дополнены задорными танцами. А 13 декабря в Дворце румянцевых и Паскевича откроется выставка Александра Костиченко «Это все уже было». В экспозиции представлены работы мастера, выполненные в жанре фигуративной живописи. Это когда манерой как бы случайного письма и упрощенными формами создается настоящее искусство. 14 декабря здесь же, но в музыкальном салоне с необычной программой выступит инструментальное трио «Новель филармонии». Музыканты, настоящие экспериментаторы, они в своих выступлениях совмещают музыкальную классику с современными произведениями. Вот, к примеру, в предстоящей программе прозвучит культовое произведение Антонио Вивальди «Времена года» в интерпретации современного композитора Макса Рихтера. С наиболее интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Евгений Макенко. Культ-обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». «Новости недели».